Три, два, один. И вот она, первая плавка. Литейный комплекс Рубцовского завода запасных частей начал свою историю в здании бывшего завода автотракторного оборудования. Теперь здесь вновь делают запчасти для сельхозтехники. Если говорить об инвестициях, то в данное производство инвестировано более 250 миллионов рублей. И если говорить о цифрах экономических или коммерческих, то данное производство может производить продукции в эквиваленте порядка 500 миллионов рублей по году. Если говорить о тоннах, то это более 4800 тонн годного литья по году. Надо вспомнить нашу историю. В 80-х, 70-х годах Алтайский край был промышленный. И по объемам промышленного производства мы превосходили ряд наших соседей регионов. Сегодня ситуация немножко другая. У нас есть тоже очень хорошее преимущество в виде сельского хозяйства. Эти маленькие белые шарики – начало-начал производства. Эти шарики полистирола поступают из вот этого крана. И именно ими заполняют металлические формы. В таких формах полистирол отправляют в печь. Готовятся. После запекания эти детали вынимают и отправляют на сборку. Там их склеивают в болванку для запчасти. Там надо нам, чтобы не было отверстий, потому что при покраске, чтобы не попадала краска вовнутрь. При заливке металла будет выплеск металла технологичком. Вот из этой детали получается вот такой блок. Уже готова детали. Потом запчасти из полистирола красят, сушат, помещают в специальные формы и заливают в них металл. Сюда приходят модели с полистирола. Они уже все прокрашены, просушены. Выставляются в пустую опоку. Все это засыпается песком под уплотнением. В этих баках они остывают. В итоге из вот таких болванок получаются детали для больших сельхозмашин. Пока производят не больше десяти наименований, но набор планируют расширить. Процесс автоматизирован, но без операторов и формовщиков не обойтись. Очень важным вопросом является занятость жителей города Рубцовский. Новые 155 мест рабочих на данном предприятии. Это хороший вклад в стабильность, в социальную стабильность города Рубцовска. И постепенно мы возвращаем звание города Рубцовску как промышленного. Пока сотрудников производства можно пересчитать по пальцам. Чтобы работать здесь, формовщицы ездили на обучение в Санкт-Петербург. Детали, которые они будут производить, решат сразу три проблемы. Комплектацию землеобрабатывающей техники региона, импортозамещение и создание запчастей на заказ. Нареди Миллер, Николай Шилко. День с толком.